Всем привет, друзья! Вы на канале Шидр Игровые Миры, меня зовут Дмитрий, мы в Fallout 4, продолжаем, продолжаем наши похождения, и сейчас озабрёл в Санкчуаре. Давненько я здесь не был, чувак всё ещё, видите, висит прогнившийся, собаку свою проверил, кстати, находится в будке, ходит здоровяк, корова даже уже завелась, это же благополучие у нас на базе. И идёт Гарви, от Гарви нужно держаться подальше, у нас здесь много роботов, классная была база, пока не закончился лимит на постройку. А вон ходит Волтек, представитель, видите, на крыше стоит. В общем, друзья, здесь по следующей причине, я здесь со своим новым напарником под именем Кьюри, и моя цель немножко её облагородить. У меня есть Автоматрон 132 и Кьюри, но его создавать не будем. Напомню, что такая возможность делать усиление для моих роботов получилась после дополнения Автоматрон. До этого, наверное, его нельзя было делать. Спутниковый модуль я могу поставить, управление дверями комплекса механиста, отслеживание роботов механиста. Да, эта вещь не нужна, по идее-то, мы давно уже дополнение-то прошли. Корпус, корпус, давайте её усилим. Усилим, 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 штурмотрона. Да нет, это будет выглядеть очень ужасно, смотрите, если так. Так, давайте её оставим мистером-помощником, пусть так и остаётся, а вот броню и всё остальное мы с вами усилим. Так, шикарно, левая кисть, клешня штурмотрона, увеличенный урон в бою лазером, огнемёт, стреляет огнём, уменьшение дальность стрельбы, лазер. Электричество, вероятность оглушить цель, но здесь нужен что, кузнец нужен или что, чего мне тут не хватает. Кузнец, кузнец я не прокачал, повышенная скорострельность, уменьшает дальность стрельбы, крепушка, лазер, автомат, увеличенный урон в ближнем бою, ошеломление, молот, клешня штурмотрона, шипомёт, стреляет гвоздями, сниженная скорострельность. Интересно, гвозди где она будет брать, превосходная скорострельность, сколько тут всяких вещей, сниженная скорострельность. Гамма-пушка, радиоактивной массой, мини-ган, невероятная скорострельность, гатлинг-лазер, взрывной мини-ган, электропушка. Вот это, давай электропушка ей поставим, пусть бьёт электричеством, будет вообще жесть. Или вот это, мини-ган, тоже интересная вещь. Ладно, пусть будет электропушка. Тем более, она у меня уже была, да? Да. Правая рука. Сейчас мы сделаем правую руку протектрона, штурмотрона, охранника. Кстати, тут я теперь могу поставить правую руку охранника, там не мог. Урон в ближнем бою. Ну давай руку охранника, такая ты будешь у нас, мадмазель. Броня для правой руки. Гидравлическая. Это мы поставили, правая кисть. Увеличенный урон в ближнем бою. Огнемёт может, уменьшенная дальность стрельбы, а почему бы нет? Давайте поставим с одной стороны пушка, а с другой стороны будет мини-ган. Вот это вещь будет. Крутяк. Ну, кьюри у меня, я не позови, да никому. Кто со мной встретится? Рука на двигателе. Двигатель мистера помощника, можем сделать вот такие ноги. А можем сделать симпатичные ноги штурмотрона. Смотрите, неплохо, да? А что? Давайте сделаем. Хотя стоять, я же там что-то увеличивал. А это мега... Это мега гусеницы. Двигатель мистера помощника. Стоп, а руку же не будет, да? Если я уберу. Ну да. То, что я делал сейчас, или будет. Или будет, что-то я не пойму. Ладно, давайте сделаем ей... Нет, гусеница насада была. Давайте вот это и сделаем. Офигенные ноги. Будем ее превращать в человека. Двигатель, если что, обратно потом поставим. Поясная броня. Центральная гидравлическая. Ничего не жалко. Броня для левой ноги. А, это я заново теперь ставлю, да? Да, это я сначала сделал, теперь делаю все заново. Но ничего. Резина, правда, у меня сейчас закончится. И краска. Белая краска. Голубая краска. Желтая краска. Коричневая краска. В темноте, конечно, не видно красной краски. Давайте ее... Кьюрия, она же все-таки, да? Француженка у нас. Давайте сделаем ее красной. Пусть будет цвета крови. Светло-голубая краска. Синяя, зеленая. Темная, черная. Нет, черная не будем ее делать. Ну что, посмотрим, что вышло у нас. Офигеть. Какой-то ржавый красный кусок железа. Оно выглядит весьма сурово. Да. Зря я ноги здесь и делал. Или я их не делал. Они у нее и так были. Смотрите, обалденная вещица. Караванчик приехал. Кьюри, пошли. А ну, выйдем давай, посмотрим, как ты выглядишь. Ну, ты идешь, нет? Кьюрия, твою мать. Она теперь вообще выйти не может. Ну, машину я создал, конечно, ужасающую. Где она уже теперь делась? Мда. Я ее, правда, слышу. Или мне это кажется. Марселон. Я не знаю, где она делась. А, вон она, ё-моё. Она же на вышку залезла. Ну что, очень крутая тетя. Смотрите, блин, как из робота-полицейского с ногами, только башки у нее нет. Башка, как вы видите, у нее немножко иного формата. Она на меня глазом смотрит. Кьюрия, пусть так и остается. Не знаю, может, я там лишнее что-то поставил, потратил лишние детали, но это не важно, потому что все равно у меня их, я так понял, отбирают периодически. Я предлагаю попробовать Кьюрию в деле, и вот здесь у нас пустошь осталось прогуляться от этой точки по вот этой дороге прямо к елочке. А можем отсюда прогуляться от места захоронения. Посмотрим, что это за елочка, как раз эту серию протестируем. Кьюри в деле. Слева у нее в руке пушка электрическая, а справа миниган. Место захоронения Mass Fusion. Блин, ну с ней приятно ходить. Смотрите, такого робота у меня точно не было. Она типа умная, но выглядит как настоящий боец. Ладно, пошли. Ух ты, на радаре. На радаре это не елочка. На радаре у нас с вами еще завод один будет. Вот это да. Там вверху вон что-то есть. Какая-то постройка вверху с блокпостом. Вот так, для проверки. Мало ли что. Правильно. Никто на меня не выбежал. Желающих свести со мной счеты тоже нет. Ладно, идем в сторону завода. Посмотрим, что это за фабрика. Раньше я здесь в Макриде гулял. Теперь мне составляет компанию Кьюри. Вот это что ли завод? Да, машины какие-то стоят. Такое скромное местечко. Не огромный завод. Если это, конечно, он. Клуб любителей электроники. Ясно. Кьюри, мы идем по правильному пути. Я думаю, тебе это понравится. Ты же у нас робот. Открываем дверь. Смотрим, что тут у нас. Ловушка. Я успел ее вытащить. Правда, мне попали в руку. Причем дважды. И здесь есть радиация. Так, это мне предлагает немного поработать с броней. Но радиация режет. Не годится же совсем. А что меня дважды стрельнуло? Что-то еще здесь было. Может, это, конечно, Кьюри зацепило. Ух, тут радиация жжет. Прям здесь роботов собирают. Я думаю, Кьюри здесь будет интересно довольно. Но, а вот, а вот эта вещь не очень хорошая. Это бомба. Обезвредили. Я слишком сильно не заморачиваюсь. Так, мне она уже мешает. Ух, тут там, смотрите, какая защита в соседней комнате. Ничего себе. И мы, по-моему, дырку пробили, нет? Не работает здесь ничего. Очень сильно режет. Я не думаю, что я умру. Хотя, может, сейчас я умру. Я здесь не могу пройти. Ох, ни хера себе. Там еще и турели. Странное местечко. Ух ты, режет и режет. Легендарное замедление времени. Совсем все плохо, как вы видите. Радиация меня сожрала практически. Но умереть мне не дают здесь. Ладно. Антирадин. У меня 8 штук. Он сейчас меня полностью вылечит. Винт. Стимулятор. Здесь вообще режет бешено. Да я же активировал. Странная вещица, конечно. И вверху находится у нас турелька. Ладно, выходим. Выходим. Сильно здесь нас режет. Хотя... А вот она. Вот это зараза. Очень круто они здесь... Закопались. Я все-таки пройду. Здесь ловухи. Ловуха на ловухе. Смотрите, вот она. Но она уже сработала, потому что взрыв состоялся. Тут что-то висит в воздухе. Наверное, это остатки. Очень сложный замок. Да вы что? Ну, конечно, нет. Давайте посмотрим с другой стороны. Я тут умрую, если буду. Собирать, разбирать. Там, наверное, или куча бочек, или я не знаю, что там. Что-то взрыв, наверное, был, да? Следы. Опять я умираю. Да ну вас нахрен. Все, я на свежем воздухе. Антирайдина, благо, у меня предостаточно. Со стимулятором мы с вами это все восстановим. Кюри. Это вот эта дверь, да, заблокирована? А что ж тут держат-то такого интересного? Карта. Клюб любителей электроники. Хоть бери, переодевайся, просто не хочется. Возиться-то с этим. Сейчас здесь никого нет. А что что-то так режет? А, здесь бочка на бочке. Смотрите, ахереть, здесь все разбросано. Так, надо переодеваться. Ладно. Да, вон что-то внизу. Нет, внизу ничего нет. Ладно, сейчас я переоденусь тогда. Я уже исследую, как так и быть, это место. Оружие, одежда. Я, по-моему, забыл выгрузиться, да, в прошлой серии. Да чтоб тебя, опять граната, сейчас пойдет. Кюри. Лучше беги, я сейчас взорву вот эту машину. Нет, не долетела. Классно. Просто что-то я стал нажимать кнопку прыжка другой кнопкой. Давайте попробуем вскрыть. Очень сложный замок. Возможно, что-то на это довлияет. А может быть и не влияет. Странное местечко, если честно. Я думал, это завод. Это просто кружок. Просто кружок вот здесь. Повыше чуть-чуть, вот так вот. Еще чуть-чуть. Миллиметр. Есть. Ну и что это нам дает? А вот какая-то дверь, кстати. Дверь в подвал. Да, вот там-то нас и режут. Вот там-то нас с вами и жгут. Если бы я, конечно, эту дверь не открыл, я бы не нашел дверь в подвал. А так мы сейчас с Кьюри спустимся, посмотрим. Вот теперь я могу хоть обняться с этими бочками в своем костюме. Ну что, лечиться не будем. Пошли посмотрим, что тут в подвале. Очень хорошо защищали это место, чтобы мы прошли череду ловушек, радиации и все-таки сюда попали. Давайте сохранимся. Неизвестно, что-то нас ждет. Ну, здесь радиации нет, журнал. Спасибо. Штурматрон. Живой. Ловуха. А нельзя ее, да, срезать? А, вот, стой. Нет! Я обезвредился, нормально. Ну что, эта сука должна активироваться. Это журнал, нет? Нет, это не журнал, это просто... Плакат. Вот эту штуку надо активировать. Я так понял, она к нему ушла. Мощный магнит. Зажигон. Разводный ключ, маслинка. Может, конечно, полечиться бы не мешало. Пусковая установка. Кстати, Кьюри, у меня же пусковая установка с собой. Мне ее надо тебе отдать. Меня Макриди носил. Ты где, кстати? Эй. Эй, биобасиста. Да, мне надо отдать ее. Мне надо отдать, а руки свободны и так. Хотя, у меня здесь много чего лежит. Возьми, наверное, все. Все, что я забыл выложить в прошлой серии. Мои год, сонный маяк оставь. Пусковая установка. Рассеянный лазерный карабин. И четырехствольный указательный. Вот это да. Ну, все остальное, я думаю, разберемся. Каска механиста, все остальное это мое. Тем более, в защитный комплект одет. Будем медленно пробираться. Я думаю, этот штурматрон активируется. Сам по себе. Радио. Отлично. Гранаты мои восстановили, которыми... Да нет, ничего не хочу. Да е-мое, Кьюри, ну отойди на шаг. Я взять ничего не могу. Я понимаю, страшно, но и мне тоже страшно. Ну что, сразу убить, а? Не давать возможности ему воскреснуть. Хм. Это... Просто это может быть нашей погибелью. Сами понимаете, да? По какой причине. Я-то в костюме, я не в броне. А броня может... Не выдержать натиска этого парня. Да, все законнекчено. С лазерной ловушкой. И я что-то активировал. Турель не сработала. А вот что-то. А, это просто эдер-кола. Самодельная бомба тоже не сработала. Лазерная ловушка. Ух, какие любители электроники защитились-то, а? Молодцы, молодцы. Ничего не скажешь. Так. Хитачки очень умного человека. Куча, куча голосаписей. Да? Молодец. Я знал, что тебе это понравится. Ну что, голосаписи сначала послушаем. Всё, это такая голосаписи. Речь о каком-то Короле. Может, ты придумал что-то долгое время, и я просто научу это сейчас. Просто не было право, Короле. Не для этого ребенка. Да, да, да. Конечно, ребенок. Я тоже голова. И ничего не для нас здесь. Пойдем. Робот. Настолько антиродина не пил никогда, если честно. Так, помощь. Давайте сожрем что-нибудь. Стек из мяса матки болотников. А давайте его. Ну связь будет по боли у нас. И восстановим здоровье. Остальное все, я думаю, долечится. Ну что, попробуем. Управление штурматроном, управление турелями. Охренеть просто. Давайте попробуем активировать просто турельку. Ощутим на себе выстрелы в спину. Да. И вот попробовали наконец-то в деле. Нашего робота. Но этого я не знаю. Предлагаю ее убить ее. Пока есть такая возможность. А то потом не будет. Активируется, а потом нас сожрет. Ну а теперь можно активировать трупа, да? А, деактивировать. Это она была активной. Хе-хе. Ну давайте деактивируем. Деактивировал. Все. Турель с пулеметом. Здесь можно поспать немного. Это мы все сделали. Все. Здесь делать больше по идее нечего. Да нет. Клуб любить электроники все еще существует. Интересно. Ну и ладно. Больше по идее не взять. Наверное нечего. Хоть бы журнал какой-то оставили. Уже было бы круто. Ну даже журнала нет. Ладно. Погнали. Погнали дальше. Такое мини место оказалось. Даже с нерабочим. Роботом-убийцей. Это можно взорвать стать. Но мы это делать не будем. Погнали. Кьюри. Дофигища просто ловушек было в этом месте. И просто так не выбежишь без защитного костюма. Хорошо что драка не состоялась. А то б меня в моем плащике бы уничтожили. Правда здесь еще на крышу можно залезть. Очень удобно. Чтобы посмотреть что здесь к чему. Дыра в дом. Мда. Что это за херня? А что это за херня? Ха. 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 Не понял что это такое вообще. Охренеть. Я горю. Ха. А что это в углу такое здесь находится? Невероятно огромный уровень радиации или что? Что я просто сгораю. Ха. Обалдеть. Обалдеть. А. Наверное электричество лупит да? А. Скорее всего электричество передает большую дозу. Электроэнергии. Что я просто возгораюсь наверное. Интересно если Кьюри там встанет. Она тоже загорится. Ладно. Давайте переодеваться. Все понятно с этим местом. Или ничего не понятно. Что я загораюсь? Давайте одеваться. Все. Я оделся. Сразу же лупит радиация 26. Все. Охренеть. Поэтому я там и загораюсь. Там наверное радиация исчисляется. Тысячами наверное в том углу. Что возгорание идет мгновенное. Странное место. Реально вообще странное. Вот здесь вообще бешеная просто радиация лупит. Ладно. Не будем искушать судьбу. Пошли отсюда. Хотя здесь везде бочки валяются. Кьюри. Нам пора. Нам с тобой пора. Пойдем еще посмотрим на елочку все таки. Это оказалось. Фиктивная вещь. Фиктивная и бесполезная. Елочка. Елочка. Ты где? Плохо видно. Я после радиации потерял зрение. Вот сюда нам нужно идти. Красиво. Давайте сохранимся. Автомобили в лесу здесь. Не востребованные. Я правильно бегу, нет? Нет. Елочка немного здесь. Ну и что тут? Какое-то озеро. Это оно и есть? А, здесь еще есть лодочка какая-то, да? Или что-то такое. Да, здесь еще озеро какое-то есть. Или мне кажется. Нет, так корабль я уже защищал, по-моему. Хотя нет. Ну ладно. Сейчас разберемся, что к чему здесь. Дикий гуль охотник. Стоит прямо на... На помосте. Смотрите. Красава. Кого-то съел. Ну и все делов-то. Больше я тут никого не вижу. Какая-то площадка. Я думал здесь роботы будут. Но они вот здесь должны быть, да? Это он. Что это за памятник? Без головы. Озеро какое-то с домиком. Парк Роботикс Пайонир. Это вот эта вот площадка лесная, да? С небольшим количеством домиков. Ну давайте ее смотрим. Я-то думал, что это завод какой-то. Я все сегодня завод жду. Жду-жду завод, а он все не приходит и не приходит. Вот здесь стоял гуль. И жрал морковь. Вот он. Вы не должны сделать это? Умена. 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 У нас тут написано. Безымянный. Мы не узнаем, кто это был. О, еще один гуль. Тебя еле убил, зараза. Что-то они какие-то одинокие. Одиноко стоящие в разных местах парка. Ух ты, там свет какой-то. Смотрите, там что-то есть. Это мне уже нравится. Воу-воу-воу. Я аж выпал. Кьюри, Кьюри, я не знаю, как ты... О, мы его взяли в плен. Ух, Кьюри лупит. Смотрите, что Кьюри делает. Мне еще досталось. Кьюри, красава, конечно. Я создал монстра, реально монстра. Очень умного. Монстряку прям. Так, давайте сохранимся. Там что-то сияет в здании. Сколько шанс попасть? 21, маловато. Кьюри. Все, я его оставил без ноги. И без жизни. У него просто нет шанса выжить. Еще посмотрим кого-нибудь. Дерево мне тут нравится. Посередине острова. Интересно, зачищено, нет? Нет, не зачищено. Парк. Роботикс. Пайонир. Не помню, сохранялся, не сохранялся. На всякий случай не помешает. Ну что? Странное место. Пошли к сварщику. О, привет, ребята. За руки взялись, да? Ну, практически. Ох, ада, ты меня... Ада, блин. Я все время... Я не привыкну, что это уже не ада. Это Кьюри. А я что-то адой вижу. Давайте возьмем вот это. Там мы тоже бывали. Протекторон. Он зеленый. Здорово. Что там за сирена такая, а? Классное местечко. Такое живописное. Вон, скажу, место. Мне оно нравится. Если честно. Можно любоваться, любоваться. Ну что здесь? Да ничего. Давай. Мочи его. Противники повержены. Что за... Ух ты, это ты. Ну, ё-моё. Да ты вообще меня... Просто удивляешь. Очень много ядер-колы. Что за свет? Свет исходит из протекторонов, которых можно активировать. И заставить работать в этом парке. Ну, я думаю, знаю, как их активировать. Сейчас я это сделаю, да? Надписей никаких нет. Терминал управления протектронами парка. Лёгкая. Лёгкая. Лёгкая менюшка. Чё-то темновато как-то. Найс. Два сходства. Это не то. Найс. Это не то, но близко. Ац. Не то. Пик. Вот это. Обзор программы парад протектронов. Расписание программы. Суббота, воскресенье, четверг, пятница с 11 до такого-то. По поводу праздника и специальных мероприятий будут переданы особые распоряжения. Представлена резервная единица. Она хранится в служебном домике на случай сбоя. По вопросам запасных частей или технической поддержки обращайтесь в главный офис компании. Робко. Хорошо. Давайте их активируем. Надеюсь, они не зловредные. Так, давай, давай, давай. Ну, они, по-моему, адекватные, да? И пожарные здесь, и медик. Смотрите, красные вообще, по-моему, не видел. Последний перерыв был довольно давно. Жалуются, видите, они что-то... Заставляют их работать без перерыва. Так, ну пошли дальше искать. Здесь рука какая-то валяется. Антирадин наконец-то взяли. А вот он, мы его убили. Еще в домике какой-то резервный должен... Ух ты, что это было? Ух ты, что это было? Кюри, защищаемся. Там был кто-то очень большой. Вы видели этот хвост? Коготь смерти. Я здесь. Я по ногам сейчас, по ногам, сейчас, по ногам, по ногам. Ух ты, крутой тип. Крутой тип. А ну, ребята, давайте, давайте, ребята. Шикарно. И без меня, в принципе, справились. Вовремя я его активировал. Красивый был парень. Классно мы его, да, зажали. Что-то когтей смерти стало гораздо больше, чем было ранее. У него здесь лежбище, видите, и одного чувака даже съел. А запасной протектрон, видимо, тоже был проглочен. Хорошо, что-то у нас. Прадекс, тактическая калиброванная силия, швабра и тяжелая броня. Круто. Красиво, конечно. А еще что-нибудь будет здесь, нет? Не знаю. Не зачищено. Возможно, что-то есть. Но я сегодня ничего не зачистил. Гнездо у него здесь было. Вот что у него было здесь. И вот еще парочка сидит. Да у вас много здесь? Пивко пили, да? Да. Ну, это парочка таких. Друзей, видать. А это что? Ну, а так больше я никого не вижу в этом месте. Мы, по-моему, порешали все вопросы. Какие можно было решить? Ничего не закопали здесь? Кроме грибов. Тут по колено. Всему. Всей воде и всему на свете. Да, один домик и второй дом. Смотрите, пошли красавцы. Вообще супер. И кьюри с ними смотрится шикарно. Начали обход территории. Так сказать, зачистку. Даже по воде ходят. Супер. Еще и разной масти. Я такого, конечно, не делал. Никогда. Не активировал, вернее, сразу. Всех концепций. Ну, что тут еще можно посмотреть. Вообще, что-то сегодня у нас улов слабенький, кроме перевернутого вот этого грузовика. Да, здесь я увидел. И сдали чудо-клей разводной ключ. Ну, хоть как-то восполню детали, потому что мы сегодня с вами создали кьюри. Как говорится, новый облик и нового робота, нового напарника. И решили протестировать ее как раз по клубу электроников и робопарку. Ей, думаю, было интересно. Ну, в общем, это знакомство у нас было с напарником сегодня. А эти все ходят. А эти все бродят, блин. Четвертый, правда, отстал немножко, но он тоже пытается догнать. Ну что, ничего у нас здесь не зачистилось, к сожалению. Ну, только куда эти ребята идут? Они же как-то целенаправленно идут. Там говорилось про парад, про тектронов. Вот это он, наверное, и есть, да? О, тут еще и место для пикничка, надеюсь, уже был. Да, только не заглянул, куда надо. Круг делают, видите, обходят территорию. Зачищают гулей. Как, собственно, мы и сделали. Детская площадка с качелями здесь еще есть. А дальше у нас, я не знаю, что у нас дальше. Дальше по карте у нас тут и делать-то нечего особо. Осталось только пирс береговой охраны. Пирс береговой охраны, который... ...замыкает, собственно, территорию. Даймонд Сити, Хозмак и дальше уже все. И дальше уже все. Здесь зараженная зона, сюда мы пока не пойдем. Ну, а здесь пирс береговой охраны. Туда мы зайдем, когда будем приближаться. Но, возможно, в следующей части, я не знаю, мы подумаем, что нам делать с Кюри. И, возможно, ввалимся в пирс береговой охраны и пойдем в Даймонд Сити. Либо... Либо с вами немножко поступим по-иному. Я все еще хочу, как я говорил в прошлой серии, попасть в церковь и попробовать взять квест подземки. Что он нам принесет? У нас уже много квестов. Практически всех мы активировали. Фракции практически все. А, вот здесь я еще не смотрел. Смотрите, сколько здесь покрышек. Классное место такое, живописное. Ну, сцена еще какая-то. Под сценой ничего нет? Ну, по идее, ничего. Непонятно только, куда эти ребята идут. Просто ходят по кругу. А, вот еще тело. Этот вообще у нас провалился в лавочку. Шансов спасти его нет. Странно, что ничего здесь не пишется, что мы зачистили. Наверное, это место потом квестами будет снабжено. И один протектрон исчез. Нет, они куда-то идут уже по другому маршруту. Нет, я все-таки подожду. Интересно. А четвертый где? Четвертый назад пошел. Не выдержала душа поэта. Ты куда пошел? Иди сюда. А куда это они пошли, реально? Ну, ты механик. Ух ты, они на подиум заходят. Смотрите, все-таки программа какая-то заложена в них. Один только у нас с бою, видимо, пошел. Да. Они становятся на подиум и типа... Да, просто становятся, выстраиваются, видите? И четвертый, когда доберется... Уже дождь пошел. Они у меня заржавеют, наверное, скоро. Да, и этот тоже сбой пошел. Долго они стоять не будут. Самую малость просто. И я могу нажать и тебя еще. Пошли они за четвертым. Вот такая программа у Протектронов. Парад называется. Ходят по кругу и выстраиваются на вот этой сцене. Ну что ж, на этом все, друзья. В следующей серии будем уже что-то делать. Или прорываться в Даймонд Сити, потому что больше-то зачищать нечего, кроме пирса и... Близлежайшей территории к Даймонд Сити. Вот эта часть еще осталась. Либо пойдем в церковь и возьмем квест подземки. В общем, сужается наш круг. Мы с вами уже все практически посмотрели, кроме зараженной зоны. Спасибо, что смотрели, друзья. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, канал Шедвель, Игровые Миры. До новых серий Fallout 4. Пока.